Шесть лет назад, ночью 8 августа, когда мирные жители Цхинвала спокойно спали в своих кроватях, со стороны грузинских сел начался обстрел из крупнокалиберных орудий столицы Южной Осетии. Сотни людей погибли за эти пять дней войны. Сейчас все позади, все урегулировано и народ продолжает жить. Но забывать об этом дне нельзя, и поэтому молодая гвардия Ленинского района организовала памятную акцию. В результате грузино-осетинского конфликта, который обострился 8 августа 2008 года, по официальным данным, погибло 3% жителей Южной Осетии. Неизвестно, чем бы закончилась эта война, если бы не вмешательство правительства Российской Федерации. Президент России издал приказ о начале операции по принуждению к миру в зоне конфликта. В регион были введены вооруженные силы. В течение нескольких суток российским и юго-осетинским войскам удалось вытеснить грузинских солдат из Южной Осетии. 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. Это были события тех лет. Сейчас на территории этих стран царит мир и спокойствие. Но, как и любая война, она не должна быть забыта, потому что именно память о прошедшем помогает не повторить ошибок. В решении каких-то государственных проблем, экономических, финансовых, государственных интересов страдают мирные граждане. Такого происходить не должно. Отдать дань памяти и почтить погибших в этом страшном конфликте к Тимоховскому пруду у кинотеатра «Искра» пришли активисты районного отделения «Молодая гвардия». Они вместе с видновчанами зажгли свечи и спустили на воду венки. Такие акции нужны. Такие акции помогают людям помнить этих защитников, этих людей, которые невинно погибли. И как-то учиться на чужих ошибках. Люди погибли. И некоторые погибли не зря. Там погибли наши сограждане, миротворцы. Поэтому я считаю, что мой гражданский долг – это прийти и почтить память этих людей. Можно только выразить благодарность этим активным молодым людям, живущим в Ленинском районе, которые не поленились и поздно вечером пришли к Тимоховскому пруду, чтобы спустить на воду венки.